Весной этого года политический сквозняк в Армении неожиданно вытолкнул на сцену Никола Пашиняна. Неказистый, но непомерно амбициозный глашатый так называемого обновления Армении решил взять нахрапом. Ключевым приоритетом своей деятельности в ипостасе новой метлы он объявил непримиримую борьбу с тяжелым наследием Качаряна-Сарксяна. Последний, надо сказать, наследили основательно и Пашиняна ждал непочатый край работы. Новый премьер-министр армениц головой окунулся в жижу нескончаемых проблем нищенствующей страны, изнывающей в тисках повальной коррупции и произвола. Предстояло притворить в жизнь целый комплекс коренных преобразований, дабы впервые за четверть века своей так называемой независимости Армения обрела право именоваться государством в полном смысле этого слова. Однако довольно скоро, осознав скудость своего политического инструментария, Никол Пашинян, не мудрствуя лукаво, вооружился излюбленным коньком своих одиозных предшественников – популизмом и демагогией. Кроме того, в расчете на поддержку маргинальной части армянского общества он для пущей убедительности пользуется уличным сленгом, обещая размазать по стенке своих политических соперников. Конвертировав громогласные манифесты, озвученные им в свое время на площадях Еревана, в банальную ложь, Пашинян пытается убедиться отечественников в том, что альтернативы его власти в Армении от ини не существует. Получается не сильно убедительно. Объявив экс-президентов Качаряна и Сарксяна политическими трупами, Пашинян, тем не менее, никак не может дотащить их до братской могилы. Те каким-то чудом вырываются и убегают, нагло диссонируясь со статусом политических трупов. Обещания Пашиняна навести порядок в экономической жизни страны также остаются лишь обещаниями. Его робкая мантра о стабильности армянского драма звучит кощунственно на фоне бедственного положения подавляющей части населения. Объявленная олигархату война пока напоминает охоту на ведьм, обнажившую отсутствие реальных рычагов воздействия на выстроенную годами порочную систему. Неудивительно, что эйфория в армянском обществе, вызванная весенним избавлением от иго-сарксяновской клики, потихоньку улетучивается. И без нанородных запросов и чаяний все пристальнее начинает вглядываться в тщедушную фигуру нового премьера. В этих условиях незатейливость политического багажа Пашиняна становится все более явственной и осязаемой. Особенно выпукло это проявляется на фоне проблемы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Здесь Никол Пашинян предстал во всей своей сомнительной красе. Недальновидного, непрагматичного политика, не способного адекватно оценить объективную реальность. А ведь начинать спасение Армении от губительного наследия Качаряна-Сарксяна необходимо было именно с расчистки авгиевых конюшен, безответственного отношения прежней власти к арабахской проблеме. Однако Пашинян не придумал ничего толковее бряцания оружием и использования этого болезненного вопроса в качестве некоего громоотвода, призванного отвлечь внимание общества от несостоятельности нового премьера как серьезного руководителя. Впрочем, придумал это громко сказанно, ибо даже этот дешевый трюк Пашинян позаимствовал у своих предшественников. Власти Армении всегда рассматривали Нагорно-Карабахский конфликт через призму своих внутриполитических интересов, и эта порочная практика взята сегодня на вооружении Пашиняном. Как бы парадоксально это ни звучало, учитывая публичное отречение нового премьера от фарватера прежней политики Еревана. Единственной инновацией, задействованной Пашиняном, стало его желание зарекомендовать себя независимым от геополитических нюансов политикам. Залихватская игра в доморощенного ковбоя, улегшись которой Пашинян вообразил себя самодостаточным политическим деятелем, способным гнуть свою линию, может сыграть с Арменией очень злую шутку. Кусать руку, которая тебя кормит, не только мавитон, но и весьма чреватая затея. Армения в силу известных причин является страной, с которой пока не получается остаться наедине. Но геополитическая конъюнктура штука весьма коварная, и ситуация может измениться самым кардинальным образом. Говорить с Азербайджаном на языке угроз, объявлять ему войну, пусть и в качестве легенды военных учений, все это свидетельствует о глубочайшем кризисе политической мысли в Ереване. Последствия этой опрометчивой вакханалии могут быть самыми плачевными для Армении, и ответственность за эти последствия целиком и полностью ляжет лично на Никола Пашиняна. Пока же мы становимся свидетелем того, что недавнее суровое прошлое Армении, ознаменованное преступной властью Качаряна Сарксяна, плавно перекочевало в настоящее. Более того, оно грозит так же беспрепятственно переместиться в будущее этой страны, коль скоро ее новая власть связана столь прочными ментальными узами с прежней. Есть серьезные основания полагать, что армянский народ едва ли рад такой перспективе. Так что армянский политический морг в обозримом будущем может пополниться новыми персонажами. На этом точка.